Сет всегда смотрит на тебя. Помни об этом. Сука! Сука! Всё началось весьма обычно. У меня были планы на ролик по этой игре, но не в ближайшее время. Я думал как обычно. Сделаю по ней стримец, расскажу подписчикам про неё, да потом склепаю ролик когда-нибудь. И уже начал делать ролик по другой игрулине, не менее интересной кстати, но другой. Так вот, запускаю я стрим, сижу час, два, три, четыре, пять. И я не могу остановиться. Я за один день прошёл грёбаный тартаж зону с пятого по двадцатый левел, и я понял, что нет, нифига. Ролик по Конону. Как можно сука быстрее. Эмоции, вдохновение, куча мыслей. Друзья, Age of Conan. MMORPG, которая опередила своё время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда ты первый раз запускаешь Конона, тебе тяжело поверить, что это игра 2008 года. В общем-то она не выглядит на 2008 год. Минимум на 2011, если Дарекс 10 врубить. И с этим связано одновременно и благословение игры, и её проклятие. Уж простите за пафос. 2008 год был очень хорош для игровой индустрии. Синглы начали активно расти в графике и механике, но MMORPG этим похвастаться не могли. Они, конечно, пытались осовремениться в меру своих сил. Так в Вовке вышел ЛК, в Латро завезли копи Мории, на Эверквест 2 вышел Шэдоу Одисси. Но это было не то. Разумеется, Конан был настоящим некстгеном. Один только графон, который сейчас, в 2020 году, выглядит как будто этой игре, ну, лет 5, не больше. По визуалу, игра 2008 года может тягаться с Архейджем 2014. И это просто фантастическое достижение для MMORPG. Представьте, онлайн-РПГ с графикой как в синглах. До того, как это стало Блэк Дезертом, да. А кстати, насчёт Блэк Дезерта. Блэк Дезерт — это крайне динамичная и драйвовая сэндбокс ММОРПГ, в которую я сам активно играю. Блэк Дезерт — это слэшер. Блэк Дезерт — это сэндбокс. Блэк Дезерт — это экономика. Блэк Дезерт — это мореплавание. Блэк Дезерт — это открытое ПВП. Выбирай между множеством крутых классов, таких как Самурай, Валькирия, Страж, Тёмный Рыцарь и многое другое. Проходи эпичную сюжетную кампанию, которая поведает тебе тайны и загадки этого мира. Стань охотником на самых опасных тварей, морским торговцем, мастером ремёсел. Зарабатывай деньги, одевай крутую экипировку, участвуй в осадах и регулярных битвах в открытом мире. Я уже играю в Блэк Дезерт. А ты? В 1932 году Роберт Ирвин Говард написал книгу «Кимерия». Так зародилась совершенно новая вселенная, которая по сей день считается одним из самых интересных фэнтезийных миров, ставших полноценной классикой. Позвольте мне поведать об этом мире поподробнее, поверьте, вы не пожалеете. В основе мифологии Конона лежит наш с вами мир и наша с вами планета, но в далёком прошлом. За несколько десятков тысяч лет до нашей эры материки планеты имели иные очертания и границы, и населяли этот мир удивительные народы. Какие-то стали родоначальниками народов уже известных нам, какие-то канули в лету. Например, цивилизация хайборийцев. Ну или гайборийцев, или гиборийцев, смотря как переводить. Хайборийцы были удивительной цивилизацией. Они основали множество королевств, таких как Аквелония на западе, как Немедия и Ков. На всё меркнет по сравнению с величием Гипербореи, самого первого государства хайборийцев. К югу же живут варвары, кемерийцы. Они разбиты на кланы, не имеют своего государства. Именно кемерийцем был Конон-варвар. На юге была Стигия, земля чёрной магии и кровавого бога Сета. На востоке существовала загадочная империя Кхитай. Это далеко не всё. Мир Конона воистину огромный и завораживающий. Этот мир первобытный и жестокий, но именно этим крайне манящий. Ведь кто, как не вселенная Конона позволяет забраться в настолько древнюю и глубокую историю? Пусть даже по большей части вымышленную. С экранизациями всё примерно понятно. Конон-варвар, Конон-разрушитель. Также вполне сюда можно приписать рыжую Соню. Это уже классика синематографа. Попытки осовременить Конона ни к чему хорошему особо не привели. И даже харизма Джейсона Момоа не вытянула. Ну и в игровой индустрии наш любимый варвар немножко засветился. Конон 2004-го был неплох. Конон 2007-го, ну, с пивом потянет. Хотя по факту калька с бога войны. Но нас с вами интересует 2008-й год. Ведь именно тогда вышла MMORPG. Age of Conan. С чего бы начать? Серьёзно, я сейчас пишу сценарий и вот на вот этом моменте немножко застопорился. Но начну, пожалуй, с хайпа. Потому что это то, с чем век Конона стартовал. Сотни и сотни тысяч купленных копий игры. Диски с полок просто сметали. Это был полный салдаут. А чего ради? Ну, давайте поглядим. Первое. В Age of Conan был самый прорывной графон в MMORPG. Как я уже говорил выше, игра 2008-го года по визуалу может в некоторых аспектах задавить даже ArcheAge 2014-го года. Это был настоящий прорыв. А позже прикрученный Direx 10, обладающий динамичными тенями, физикой воды и даже травы, тканей, у персонажа был вес. Опять же, что-то подобное мы увидим только в 2014-м году с Архейджем. Об этом бесполезно говорить, это нужно один раз увидеть. И просто пробежаться по пляжу Тартажа, чтобы это понять. Второе. В Age of Conan была самая прорывная боевая система. При тотальном засилии таргета MMORPG с медленным ковырянием мобов автоатакой до нажиманием 1, 2, 3, 4, 5. Боевка Age of Conan предлагала совершенно новый экспириенс. А например, систему ударов по направлению. Тут нет автоатаки. Вы вольны наносить удары с трех сторон, а враг защищаться с трех сторон. Он закрывает правый бок, бейте слева. Он кроет оба бока, нанесите удар сверху. Кроме этого, система скиллов. Здесь мало просто нажать скил. Большинство скиллов подразумевают под собой комбинацию ударов. Например, самые элементарные способности требуют нажать само умение и начать серию, после чего поражать необходимые удары для завершения серии и применения данного скилла. Из-за этого ты в постоянном напряжении, динамике, тебе нужно стараться подбирать скиллы, которые применяются с нужного направления, плюс тебе нужно уклоняться. Боевая система при этом не требует привязки к таргету. Ты волен просто бить рядом с врагом, если удар до него достанет, врагу будет нанесен урон. Это по факту первая гибридная MMORPG смесь таргет и нон-таргет системы. Этакий автотаргет. Что-то похожее мы увидим не раньше 2012 года в Guild Wars 2. А в Кононе это было в 2008. Третье. Это механики. Это мелочи, которых не было в большинстве других MMORPG на рынке. Это спринт через шифт. Это возможность карабкаться на специальных уступах и платформах, срезая путь. Это полноценная стелс-система, на которую влияет прокачка навыка, вес оружия, вес доспехов, затемненность помещения. Это мотивированная пвп с осадами. Это реально интересная классовая система строительства городов гильдиями. Четвертое. Это брутальность. Это самая мрачная и по факту кровавая MMORPG. Здесь боссы в подземельях реально наводят жуть. Это система фаталити, позволяющая отрубать твоему противнику голову, разможить его череп дубиной, зажарить его демоническим огнем в печеньку и наблюдать, как он корчится в конвульсиях. Про диалоги и антураж вообще молчу. Ну вот, например, квест, где надо по сюжету сходить к портовой шлюхе, деликатно отказать ей на просьбу отжарить ее в уплату долга за ее спасение, взять у нее флакончик крови, пробиться к жерлу вулкана, где подменить кровь, ибо это реагент для обряда, после чего наслаждаться как разгневанный такой наглостью бог вулкана устроил массовую прожарку местному населению, пока ты успешно деру даешь с этого вулкана, уклоняясь от хаотично летящих фаерболов. И отдельным пунктом надо указать про локализацию и перевод игры от компании Soft Club. Потрясающий перевод и русская озвучка. И парадокс в том, что даже после закрытия ру-серверов, контент еще переводили. Правда без озвучки, но как минимум текстом. Переведено все вплоть до Кхитая, а это большая часть игры. И это удивительно. Да, вы наверное сидите и думаете, что явно здесь что-то не вяжется. Если эта игра такая крутая, то что с ней не так? Почему сейчас она в откровенной заднице? А все весьма просто. Эта игра вышла слишком рано. И это единственная в чем была ее проблема. Да, ее графика была просто потрясающая. Но не тянули компы эту графику. Минимальные системные требования не соответствовали действительности. И даже на минималках игра у вас тормозила бы как тварь. И в Конона могли играть лишь ребята, у которых комплюкторы стоили под добротный косарь баксов, не меньше. Доступное железо, которое позволило тянуть Конона хотя бы на высоких, появилось только году к 2011. Плюс на релизе у игры было тонна багов, которые были исправлены как раз таки но к году к 2011, не раньше. Про боевку вообще молчу. Люди были откровенно тупые и ленивые, я не побоюсь этой фразы, чтобы в ней разбираться. Ведь тыкать на 1, 2, 3, 4 проще и веселее, чем разучивать боевку, подбирать скиллы под направление удара и держать тайминги. И ведь это дико обидно, не правда ли? По-настоящему революционная MMORPG с потрясающим сеттингом, брутальная и мрачная, с уникальной боевкой и такой откровенный фейл на старте. А ведь так всё круто начиналось. Любой разговор об Эджи в Конон начинается с того, что фанкомы завалили запуск. Признаюсь, в какой-то мере это правда, мы стали жертвой собственных амбиций. Мы подгадали с релизом так, чтобы всё внимание было устремлено на нас. Какими иллюзиями мы себя тешили, только взгляните на обзоры. Оценки не опускаются ниже 8,5. Конечно, игроки ломанулись в хайборию толпой. Самое страшное, мы и предположить не могли, что игру ждут настолько. В магазинах мгновение ока размели миллион коробок. К такому наплыву мы оказались просто не готовы. Мы думали, что игроки проведут больше времени в тортаже, и у нас будет возможность доработать высокоуровневый контент или хотя бы поправить что-то в глубине игрового мира. Решительные требования первых игроков-осьмидесятников поставили нас в тупик. Дата запуска любой MMORPG зависит не только от готовности самой игры. Финансовые вопросы и общее состояние рынка тоже вносят свои коррективы. Но когда мы запускали Конона, мы, разумеется, считали, что готовы абсолютно всё. Хотя, если бы решение принимал лично я, и у меня были бы все деньги мира, я бы выпустил Edge of Conan через полгода. Но тут сами, знаете, на подходе были конкуренты. Warhammer Online, Brother of the Lich King. А решали бы дизайнеры, зуб даю, они бы запросили ещё не меньше двух лет. Я считаю, что сам запуск прошёл отлично, а впечатление смазала общая нестабильность игры. Говорят, что в игре мало территории для нормальной прокачки, все персонажи похожи друг на друга, но ведь это проблема не только от Джев Конона. Вот вспомните World of Warcraft. Был-то высокоуровневый контент после запуска? Не было. Вообще, World of Warcraft после релиза ничем не отличался от Эверквеста. Но он был отполирован до блеска, и поэтому игра выстрелила. А мы поторопились, и теперь лишь карабкаемся наверх. Говорю вам, в Blizzard не придумали ничего сверхъестественного, они просто задали новый уровень качества, и в этом им пока нет равных. Если бы эта игра вышла году в одиннадцатом-двенадцатом, всё бы было совершенно по-другому. Компы бы её тянули в разы лучше. При лютом засилии корейщины игроки потянулись бы к чему-то европейскому и реалистичному. Баги в большинстве своём успели бы исправить. Но, как говорится, если бы у рыжей Сони был член, она была бы Конаном, так что имеем, что имеем. Плюс не стоит забывать про довольно хреновый маркетинг со стороны фанкомов. Они бы вернули игре славу, вернули бы в неё игроков, и, возможно, сделали бы масштабный перезапуск. Но они этого не сделали, потому что идиоты. В общем-то, хреновых решений у фанкома хватает. Поспешили с выпуском Конана, провалились. Ушли в минус. Кое-как избежали банкротства. Вместо того, чтобы сделать масштабный перезапуск, как, например, в случае с FF14, оставили игру на самотёке. Сами начали делать Secret World. Secret World – лютейшая ссанина. Опять провал. Опять в минус. Конан практически мёртв. Последний аддон датирован 2010-м годом. Плюс немного контент-паков чисто по мелочи. Secret World 2012 года ещё мертвее. И это должен был быть конец для них. Но их спасло настоящее чудо. Сугубо за счёт инвестиций одной португальской компании и продажи акций они сделали ребрендинг, сменили руководство и сжахнули. Сделали Conan Exile. По факту лучший фэнтезийный выживач на рынке. И это их спасло. Conan Exile принёс им кучу бабла, что позволило им завладеть кроме франшизы Конана ещё и франшизой Дюны. Это было, кстати, в 2019-м году, так что ждём Дюну в игровой индустрии вновь. А что там с Конаном-то? Я не буду лукавить, ситуация в игре полная жопа. Осталось два сервера, обновы не выходят уже хрен знает сколько лет, последний контент-апдейт был вроде как году в 14-м. Не считая ивента с открытием сезонного сервера, и народу в игре тоже осталось совсем ни о чём. В общем, игра, грубо говоря, не перспективная. Но! Я всё равно считаю, что ты обязан в неё поиграть. Давай я приведу несколько аргументов. Первое. Современное железо способно вытянуть игру адекватно. И все плюсы игры тебе доступны. Ты обязан попробовать её уникальные механики. Второе. Региональные цены. Фанкомы наконец-то сделали регионалку для учёток из РФ. Даже новых. Раньше она была только для старых трансфернутых. Та же подписка тебе обойдётся в 250 рублей в месяц. А полный контент-пак в Стиме за 1000 рублей. Плюс копеечная цена на внутриигровую валюту. Третье. Почти полная русификация. Игра переведена на русский больше чем наполовину, и ты можешь легко в ней разобраться, да пройти крайне эпичную сюжетную линию, которая здесь реально интересна. В общем, если ты никогда не пробовал эту игру, или же ты ветеран этой игры, то мне кажется, сейчас самое время в неё вернуться. Это легендарная MMORPG, и ты не пожалеешь о потраченном на неё времени. Экспириенс просто фантастический. Но опять же, предупреждаю, чудо не произойдёт. Она не восстанет из пепла, и в неё не вернутся тысячи игроков. Но это приключение, возможно, и будет очень коротким, но оно не оставит тебя равнодушным. Ибо таков мир Конана. Мир Хайбории. Спасибо за просмотр. Лайк, подписка, заходи в паблик ВКонтакте и на мой дискорд сервер. Субтитры создавал DimaTorzok